Девушки отдыхают К детективам обратилась Юля Кудрявцева с просьбой найти ее брата Тимофея Я не знаю уже, к кому обратиться и как его найти Я уже и звонила, и заявление Присаживайтесь Живем мы в поселке Ярком Отец пил, руки распускал, умер пять лет назад А мама умерла чуть больше год назад Вы работаете? Да, я устроилась в магазин, в котором раньше мама работала Чтобы брата в детдом не забрали А когда он пропал? Два дня назад, он пошел гулять и не вернулся А вы с ним перед этим не ссорились? Нет, мы никогда не ссоримся А в полицию вы обращались? Да, я написала заявление, но они не слишком усердно ищут Видимо уже не верят, что с Тимом что-то случилось А почему вы сказали уже, он раньше убегал из дома? Полгода назад он пошел в поход один Полиция тогда местная весь поселок на уши подняла А он сам вернулся через три дня А телефон у него есть? Да, есть Старенький, правда, но есть Я ему звонила, он отключен Вообще странно, старый телефон очень хорошо держит зарядку Но только определить местоположение сложно таких телефонов Вы не переживайте, мы начинаем искать вашего брата Ну, может быть, он опять куда-то отправился путешествовать Детективы приехали в поселок Яркий, чтобы опросить местных жителей Евгеша, а чай-то? О, спасибо, Леточка С дачу взял и пошел Извините, пожалуйста, вы не видели вот этого парня? Конечно Это же Тимох с пятнадцатого дома А че? А когда последний раз его видели? Да, может, с недели назад, может, больше Че, убежал? Рыба уйдет, наверное, как в прошлом году Счастливо, Леточка Вы бы у Глеба Санкина спросили Это он со своими дружками Дня два назад Тимошку калашматили Подождите, а вы видели, как мальчишки дрались? Не я одна Да какие мальчишки? Хулиганье К их выходкам уже все привыкли Да даже если они убивать друг друга будут Никто не вступится А почему? Ну как почему? Потому что Глеб сын Хозяина нашего магазина Он нам работу дает Вот люди не хотят с ним ссориться Тут один он попробовал Глеб за уши оттаскал Так Иван Борисович запретил мне ему товар отпускать Ну вы хотя бы сестре тебе рассказали бы Все-таки вместе работаете Ну я думала, Юля сама, Иван Борисович и Глеб разберутся Да никто этого мальчишку не может обуздать Ну а дрались они где? Да вон там вот, в конце деревни за поворотом Спасибо Алексей Викторович и Дима искали место драки Алексей Викторович, похоже здесь дрались Смотрите На кровь похоже Надо взять образцы для экспертизы Да, Ань Алло, Алексей Викторович Я тут листала странички Тимофея и Юли И вышла на страницу Глеба Санкина У него там выложено видео Вы должны это посмотреть Я по соцсетям установила личности всех троих участников драки И кто это? Вася Рыжов и Коля Ерохин Оба из неблагополучных семей Глеб Санкин из семьи с достатком Но у него родители в разводе Их данные и ссылку на видео я вам сейчас скину Давай, жду Смотри Ничего себе Вот надо было задуматься такое видео Слушайте, ну может они просто не поняли, что переборщили Ну, что сильно очень избили Тимофея Поэтому Глеб и выложил этот ролик в интернет Одно только радует Если бы они убили Тимофея То вряд ли бы выложили видео Ну, а возможно он от них убежал Спрятался и умер уже потом от травм Домой-то он почему-то не вернулся Да, хороший вопрос Ладно, я в полицию Потом образцы завезу в городскую лабораторию Они быстрее и качественнее сделают А ты давай кудрявцев Угу Держите Отпусти, отстань! Драк увидели местные Мне никто ничего не сказал А вы уже говорили с Глебом? Пока нет Вот сфере Я этого так просто не оставлю Алло, да Лидия Павловна, да Сейчас? Так это ж не моя смена сегодня Ладно, приду, да Угу На работу срочно вызывают Вы же будете искать Тима? Да, конечно, разумеется Может вас подкинуть? Да, спасибо Я сейчас только сумку возьму, ладно? Да, хорошо Аня Слушай, мне кажется Ты засиделась в офисе Давай-ка приезжай ко мне сюда, в деревню Дело есть Давай-давай, жду Помощники разыскали Глеба на речке Привет, Глеб Мы помощники частного детектива Ищем Тимофея Кудрявцева Случайно не знаешь, где он? Ищите Я тут с какого края Может быть тебе Видеоролик показать На котором ты его избиваешь вместе со своими друзьями, а? Ролик, ролик Удалить Нет никакого ролика По-моему, уровень бордости зашкаливает Да ладно, не кипятись Он просто нас троллит Он же понимает, что видео я скачал Ну куда ты полез-то, а? А водичка-то огонь Может, скупаемся? Некогда Пойдем Детектив созвонился с Иваном Санкиным И приехал к нему домой поговорить Хочу, чтобы вы вот это видео посмотрели Здесь видно, как ваш сын жестоко избивает Тимофея Кудрявцева Плохо вижу, без очков Ну, что бы там ни было, дети поиграли Мальчишки Я думаю, в полиции этим видео заинтересуется При слове полиция Я в обморок не падаю, детектив Все схвачено? Да, Юля Больше не нужно искать Тима Уже все в порядке А он вернулся? Тимофей дома? Извините Ваши услуги больше не нужны Извините Какие-нибудь еще вопросы? Нет Всего доброго Мне почему-то кажется, что Кудрявцева не просто так отменила расследование Скорее всего, Санкин старший Пригрозил ей Конечно, я думаю, что Санкин знает про это видео И теперь защищает шкуру своего Непутевого сынка После звонка Юли Я поехал к дому Кудрявцева Там никого нет В магазине Кудрявцева тоже нет На звонке она не отвечает А что, если Санкин ей что-то сделал? Да нет, вряд ли Он уверен в себе Уверен в своих деньгах Завтра поеду опять к Кудрявцеву Может, и правда, Тим нашелся Юля, здравствуйте Что случилось? Ничего Я присяду? Тим ведь еще не вернулся? Нет Я утром опять обошла весь поселок И его нигде не было А почему вы решили свернуть расследование? Иван Борисович на вас надавил? Он сказал, чтобы я не устраивала весь этот цирк Что мы найдем Тима своими силами Что, типа, местная полиция разберется А если я и дальше продолжу устраивать весь этот скандал То лишитесь работы А еще у него в местном отделении полиции Хорошие друзья В детективное агентство Обратилась Юля Кудрявцева С просьбой найти ее 12-летнего брата Тимофея Детективы выяснили Что перед исчезновением Тима избил Глеб Санкин с друзьями Избиение засняли на телефон И выложили в интернет Глеба прикрывает его отец Работодатель Юли Иван Санкин Который пригрозил Кудрявцевой увольнением Если она не отзовет детективов Не надо идти у него на поводу Надо продолжать поиски А не слушать его глупые угрозы Да, наверное Знаете, я просто очень боюсь за Тима Вот что Давайте сделаем так Я вам здесь камеру установлю Ну, на тот случай Если вам Борисович продолжит вам угрожать Ну, или кто-то из его друзей полицейских Спасибо Что-то душно вы в морс уходите? Да, пожалуй Сейчас налью Алло, Ань Я у дому кудрявцевую камеру поставил Надо будет пересматривать И что там с анализом крови? Готово? Нет, анализ крови еще не готов Как только я вам сразу позвоню Спроси мне подъехать? Диме подъехать? Пока не надо У меня тут есть дело Как понадобишься, я тебя сразу вызову О! Наконец-то Колян, тебе что, бабка опять в огороде припахала? Че тебе надо, зажиточная рожа? Слышь, пацаны, слушайте Я от бати так по шее получил А че это он? Да Тимкина сеструха детектив наняла Ну, мой старик и задергался Чума! Она что, Шерлок Холмс насмотрелась? Пацаны, я че вас собрал? Если это детективы к вам припрутся То отвечаем одно и то же Мол, он вон тебя тупым назвал Ну, мы ему и наваляли Ну, Ладый, запомнил? Да, запомнил, запомнил Алло, Алексей Викторович Пришли результат анализов из городской лаборатории Ну, в общем, это куриная кровь Да мы сами в шоке Да, действительно, это очень странно Ну, все Слушай, Анечка, может быть и не странно Почему? Смотри Драк, ты, похоже, постановочный Обрати внимание Когда Глеб бьет Тимофея Он даже не касается его Вот, смотри Так что, скорее всего, кровь куриная Очень даже вписывается в эту историю Послушай, может быть, ты и прав? Ну, хотя, с другой стороны Если это драка-постановка Тогда зачем это все нужно было? И где сейчас Тим? Мне почему-то кажется, что пацаны знают, где он Надо колоть их А мне кажется, нам надо осмотреть комнату Глеба Влезть в его телефон и компьютер Ну что, поехали Стоп Что? Санкин старший пришел К Ленке Ух ты Юля! Чего? Почему твоя детектива продолжает шариться по моему площадку? Я просто извини, я не могу По-моему, мы поняли друг друга Ваня, мне нужно искать брата Тим, все, что у меня есть А я? Я что, тебе безразличен? Вот, значит, как То есть он ее любовник А мы сидим тут и ждем, когда он придет к ней и по голове ударит Слушай, я теперь понимаю, почему нам продавщица в магазине так тонко намекнула На то, что Юля сама с Санкиным договорится Тет-а-тет Интересно только Он ее действительно любит Или просто с помощью отношений пытается давить на нее Ты знаешь, мне кажется, там и то, и другое В принципе, Юля очень симпатичная Влюбиться недолго Да и Санкин сына своего тоже любит Ну да Ну ладно, поехали Подожди Давай поступим так Дим, посмотри, пожалуйста, кто-нибудь продает дома в поселке Ну да, вот есть один дом На краю поселка, окна на лес, три комнаты, большой огород, баня Дим Чего? Ну я же не покупать его собираюсь Просто запомни имя продавца и все Ага Поехали Так, продавец Иван Борисович Иван Борисович Что? Здрасте Здрасте Я ваша новая соседка У Кузьмича недавно дом купила Кузьмича? И что? Ну, дело в том, что ваш сын вчера ко мне в сад залез Этого еще не хватало И что на этот раз натворил мой колорад? Ведро клубники сожрал Стекло разбил Вы понимаете, я сюда недавно переехала Мне не очень хочется ссориться с соседями Но это все так я тоже не могу оставить Поэтому вы примите, пожалуйста, меры Может быть, как-нибудь поговорите с ним Я не знаю Ну, пойдемте Пойдемте поговорим Пока Аня отвлекала Ивана Борисовича Помощник пробрался в комнату Глеба Санкина Не запоролен Ох ты А девушка-то пользуется популярностью Смотрите, прям звезда поселка Да тут целое портфолио Мы еще телефон оставили Ивана Борисовича Ивана Борисовича Алексей Викторович У нас есть переписка Тимофея и Глеба Вот, смотрите Это сообщение он отправил ему вчера Харе, гоу домой Тут буча поднялась Чего трубку не берешь? Это сообщение отправил сегодня с утра Ничего не вышло Мой папаша бегал на свиданку к твоей сеструхе Не бросит она его Ничего мне с ней не обломится Возвращайся А эти два сообщения отправил вечером Бро, ответь уже Встретимся на нашем месте завтра в 13.00 Глеб Санкин влюблен в Юлю У него на компе целая серия фотографий С соцсетей, сделанных просто случайно в поселке Вот А драка постановка Тимофей и Глеб давние друзья Мальчишки сняли видео И Тимофей спрятался для того, чтобы Разлучить Юлю и отца Глеба Я думаю, что ребята рассчитывали на то, что Юля будет искать Тима И в драке винить Глеба И тем самым поссориться с Санкиным Который, конечно же, будет защищать своего сына Ну, если Юля будет винить в драке Глеба Как она влюбится в него Алексей Викторович, ну что с них взять? Дети Ничего толком не рассчитали Странно, вот только что Тимофей не вернулся Может, что-то не так пошло? А где мать Глеба? Ну, они полгода назад развелись Живет в городе А какое оно отношение имеет к делу? Может быть, никакого А может, и имеет Ладно, значит, Санкин младший Назначил на завтра на 13.00 Встречу Кудрявцеву Будем надеяться, что он придет Ну, а сегодня все По домам давайте Спасибо Детективы проследили за Глебом Санкиным До назначенного места встречи Да подожди, подожди, Глеб Мы в курсе, что драку на камеру выинсценировали Чтобы поссорить Юлю и твоего отца Да батя старый для нее Зато ты слишком молодой Вырасту Юля бы бросила моего батю Я бы к ней подкатил Ну, знаешь, я допускаю, что Юля тебе нравится Но не думаю, что ты рассчитывал на взаимные чувства Ты же все это зател, чтобы отец к матери вернулся Ты при чем тут мама? Ну, я понимаю Трудно оставаться крутым пацаном И признаться ребятам, что соскучился по маме Да? Ну, да Мамы здесь почти не бывает Ну, где Тимка, я правда не знаю Мы договорились, как Юля и папа поссорятся Он сразу вернется Ну, а твой СМС он получает? Его телефон получает А Тимыч молчит Ну, в лесу болото, охотники Телефон забрал кто-нибудь Ты Юле правду расскажи А про свои сенимативы можешь помолчать Ладно Алексей Викторович привел Глеба к Юлику Дверцевой Просмотры собрать и каналы раскрутить Мы не по-настоящему били Тимыч боль изобразил Ты у меня дома схлопочешь Алексей Викторович, можно с вами поговорить? Да, конечно Пойдем, я тебе морсику налиру Пойдем Понимаете, мою продавщицу, Лидию Волкову Вчера вечером ограбили, когда она выручку несла Весь месяц касса хранится в магазине Он под охраной А почему вам не обратиться к вашим друзьям в полицию? Да потому что я уверен, что это связано с исчезновением Тима Каким же образом? День, когда продавщица несет выручку Знает лишь Тим Поэтому это он Ограбил и скрылся Не знаю, как Юле теперь сообщить об этом Да никак не надо сообщать Это сначала доказать надо А как же вы так одну женщину с выручкой отправляете? Обычно выручку забирает Юля А Тим с Глебом сопровождать ее Волкова прошу крайне редко Когда Юле не может Так ведь Тим пропал Сразу после драки Намекайте, что мой сын ограбил меня Это исключено Я достаточно даю ему денег Это Тим И он использовал Глеба Детективы разыскивают Тимофея Кудрявцева Мальчик пропал после постановочного кровавого избиения Которое снял с друзьями на видео Ребята хотели разлучить сестру Тимофея С ее любовником Иваном Санкиным Тим уже давно должен был вернуться домой Отец Глеба, Иван Санкин Подозревает Тимофея в ограблении продавщицы магазина Продавщица Лидия Волкова Привела Алексея Викторовича на место ограбления Вот здесь вот все и произошло Да А там за лесом кладбище Где мою дочку похоронили Вчера как раз год был А во сколько это было? Ну в конце рабочего дня я в девять магазин закрываю Уже темнело Мама Мама Помоги мне Жанночка Доченька Помоги мне, мама Как помочь? Мне нужнее она Мама Доченька Дочка в этом платье замуж выходила А спустя три месяца умерла А платье-то сейчас где? В нем похоронили? Да нет Платье дома где-то Я могу поискать Вы думаете, я сумасшедшая? Иван Борисович сказал Что я воровка Воровка Шестнадцать лет на него проработала Нет, вы не сумасшедшая Вас просто жестоко разыграли Как разыграли? Нет, вот три дня назад я проснулась от стука в окно А там моя Жанночка Лицо фатой было закрыто? Да Ну а кажется, тогда вы узнали, что это ваша дочь Ну как, ну она сказала, мамочка И исчезла Ну я, конечно, подумала, что мне это все приснилось А вы голос дочери узнали? Я стала совсем его забывать Вы знаете, три дня назад вас готовили к новой встрече с призраком С каким призраком? А вот эта подвеска была на шее у Тима На фотографии, которую выложила Кудряса в своей соцсети Да, вы правы Вот эта фотография Та же самая подвеска Так получается, Санкин старший прав И Тимофей завидовал Глебу Ну все понятно, что у Глеба есть И велосипед, и дорогой телефон А у Тима не того и другого Вот он и ограбил папашу Глеба А где Тимофей платье раздобыл? Украл Ну получается, что у всех ребят Когда они устраивали на сандировку Была своя цель Глеб хотел поссорить отца с Юлией Чтобы мама с папой помирились У Тимофея, значит, была цель ограбить продавщицу И пропал он за день до того, как продавщица впервые увидела призрака Тимофея надо выманить Есть идея как Детектив Насонов приехал к Глебу Рассчитывая на его помощь Чтобы он с Русина возвращался домой Другу фуфлу гнать? Ща Ты не понимаешь У твоего друга серьезные неприятности И ты ему сильно поможешь, если он вернется домой Я вашей крысой не буду Ну все, хватит Слушай сюда Твой друг обврал мне Гонишь? Тимыч не мог, мы ж братья Псямские Мозг у вас один и двоих О скутере на день рождения можешь не мечтать И че? Думаешь, я друга за скутер сдам? Нифига! Без тебя обойдемся Алексей Викторович, что писать? Отдай! Это мое Твое здесь только сопли под носом Вымахал дылда А у меня так и нет Я к маме уеду Ненавижу тебя Давай, давай Может еще успеешь Не на свадьбу Возьму тебя в Калифорнию на ПМЖ А, ты не в курсе? Хватит трепать мне нервы, сынок Здрасте, леди Пауна Здравствуйте Мы помощники Алексея Викторовича Насонова Скажите, пожалуйста, а вы платье нашли? Нет, главное, нигде его нету Ясно Скажите, пожалуйста, а до своего исчезновения Тимофей Кудрявцев был у вас? Да нет, вроде Я когда со двора-то ухожу Я дом запираю А когда в огороде за домом копаюсь Так у меня все открыто То есть, в принципе, к вам мог зайти кто угодно? Ну да А что у меня воровать-то? Все свои кругом же После сообщения, написанного с телефона Глеба Детектив поджидал Тимофея во дворе дома Кудрявцева Тим! Тим! Это подстава! Бегись, Юлька, и все нормально! Выросил Не друг Дим, представляешь, покойная Жанна Волкова была замужем всего три месяца А муж кто? В соцсетях он Евгеша, но на самом деле его зовут Евгений Михайлович Брошкин Проживает в том же поселке Англикс Викторовичу сказать Дом Евгения Брошкина оказался заколочен Однако дверь в пристройку была открыта Приятного аппетита! Твое? Где вы его нашли? Там, где ты в платье покойной Жанны напал на Лидию Павловну И добрал мне деньги Тим, ну и чего ты молчишь? Я не хотела Это был вопрос жизни и смерти Ради отца Ради какого отца, Тим? Наш отец умер Твой умер А мой нет А как зовут-то его отца? Хотя, постой, дай-ка угадаю Зовут его Евгений Брошкин А по-простому Евгеша Это же его дом Лучше объясни все, парень Я начинаю терять терпение Ваня, я тебя прошу Тим, вы с Глебом сняли постановочное видео, так? Что было дальше? Я пошел умываться Здорово, Тим О, кто это тебя так изукрасил? Ты мне скажи, я эту сволочь из-под земли достану Да забей эту куриную А? С пацанами прикалывался Слушай, а ты чего пришел? Да я к тебе, Тимофей Давно хотел с тобой поговорить О чем? А если ты из-за старой бочки, которую мы с пацанами у тебя сперли Да какая бочка? Подыхаю я Как ты? На похмел деньги ищешь? Дурак-то Болен я Рация бабла стоит, а у меня нет Да и черт с ним Я тебе Что пытаюсь сказать-то? Ну говори уже Да ты присядь Давно это было Лет тринадцать назад Я тогда еще мальчишкой был Закрутилась у меня со взрослой женщиной Ну ты понимаешь Не особо Эта женщина твоя мать, Тим Она красивая была Я влюбился Родился ты Я? Да, ты Я твой папка Я, не Кудрявцев Твоя мамка думала, что у меня вся жизнь впереди Но она ошиблась Других детей у меня уже не будет Да ты гонишь Не понимаю, ты в шоке Если бы мне кто так все вывалил Я бы тоже рехнулся Все это как-то странно А ты знаешь, почему тебя Тимом зовут? Нет Почему? Был у меня Котяра Любил его до одурения Тимофеем звали Ну и когда ты родился Я твою мамку попросил Чтобы она тебя Тимкой назвала Ты такой маленький был Классный Как котенок Что за бред, Тим? Это не бред Да наша мать С отцом пьяницы жила Она за ним ухаживала Любила его Терпела И не была она никогда красавицей А этот Евгеша Щеголь смазливый У него этих девок было И женился он На первой красавице поселка Совсем юной Жанне Дочке Лидии Волковой Они были Всего лишь три месяца вместе Подумаешь Он мой отец Юль Заботился обо мне Заботился о тебе? Как о коте своем Заботился Четыре дня? Да не было у него Никогда никакого кота Евгеша Асматик Мы хотели в Москву поехать Лечиться Потом за тобой бы вернулись Не злись А где сейчас брошки? Не знаю У вас денег полно А тут же из человека Да, Дим Поймал его? На вокзале Ну отлично Давай вези сюда Поймали твоего сообщника На вокзале Сейчас привезут Полицию вызовут Не надо полицию! Ему нельзя туда Ему операцию делать надо Да послушай Его на вокзале Поймали с деньгами Он без тебя хотел уехать Как ему объяснить? Да никак Ему сейчас ничего не объяснишь Пока Брошкин сам не расскажет Поехали Подожди, подожди Давай послушаем, что папашка расскажет Где деньги Брошкин? Меня ввели в курс дела Борисыч Я Лидку не грабил Она же мне те вообще Сам не грабил, он несовершеннолетнего послал Я им ничего не говорила Послушайте, что я вам скажу Вот этот попросил меня в Москве ему квадроцикл купить Деньги обещал принести и не принес Папа, ты что такое говоришь? Ты что, парень? Какой я тебе папа? Грибов объелся? Ты куда деньги дел, гаденыш? Еще говорил Мамка ему наследство оставила Я ему деньги отдал Думал Какие деньги? Брошешь ты все Это мои деньги Ну что, полиция разберется Вини меня в полицию Теперь ты понял, почему он тебя усыновил? Мерзко, Евгеша Играть чувствами ребенка, у которого отца нормального не было Тим Мой сын считает тебя своим братом А брат это куда лучше Чем непутевый отец Украденные у Волковой деньги удалось вернуть Евгений Брошкин был приговорен к четырем годам лишения свободы Иван Борисович сделал Юле предложение КОНЕЦ Играет чувствами Убиленькая Играет чувствами Играет действие Играет действия Играет действия Борисович